Здравствуйте! Я представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Гандболисты пермских медведей продолжают свою еврокомпанию. Наша команда провела ответный матч второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ. Напомню, соперником на этой стадии выступил чешский клуб Талент Плезень. Первую игру пермяки провели неделю назад на выезде. Тогда удалось добиться преимущества в два очка. Весомым такой задел не назвать, поэтому расслабляться перед ответным поединком на своей площадке у медведей повода не было. Действовали наши довольно уверенные и весь матч вели в счете. К финальной сирене разница составила 5 очков. Подопечные Льва Воронина оказались сильнее 30-25. И выиграли двухматчевое противостояние с преимуществом плюс 7. Честно, даже по сравнению с первой игрой мы сыграли сегодня намного хуже. Несмотря на то, что мы выиграли 5 мячей. Потому что такое количество ошибок, которые мы сделаны в процессе игры, но их нельзя делать. Но чешские команды, они все-таки играют по дисциплинированию, чем мы. В плане своих перестроений каких-то. Но опять же есть минусы, то что у них не так может быть развита игра один в один, что облегчило для нас задачу в защите. Таким образом, медведи прошли в третий отборочный раунд Кубка ЕГФ. Следующий соперник станет известен после проведения жеребьевки. Далее баскетбол. Парма провела еще один матч в рамках первенства российской суперлиги. Дома пермские мастера оранжевого мяча встретились с командой из Казахстана «Алматинский легион». Гости впервые принимают участие в чемпионате нашей страны. Дебютанту пока приходится нелегко. Сезон он начал с двух поражений. В Перми сладкой жизни легион тоже не увидел. Парма со старта взяла нити игры в свои руки. Первую четверть наши выиграли со счетом 20-11. А к большому перерыву еще нарастили преимущества. В результате отдыхать отправились лидируя 38-24. Вторую и третью и десяти минутки Парма также оставил за собой. И в итоге крупно победила 81-58. Самым результативным стал Чернов, набравший 18 очков. Таким образом, подопечная Вячеслава Шушакова в первых трех проведенных встречах сезона показали стопроцентный результат. Следующий поединок пермики проведут 27 октября. В гостях побывает Спартак Приморье. И в завершении о прыжках на лыжах с трамплина. В Сочи, где стоит теплая погода, в отличие от Урала, стартовали летние чемпионаты первенства страны. Там уже успела отличиться прикамская спортсменка Анастасия Гладышева. Она завоевала бронзу на трамплине К-95. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.